Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Леша приехал домой, привез своим детям новые игрушки, да, антистресс. Причем всем одинаково и говорит, я был в городе и мне там навязали эти игрушки. Сдается мне, скорее всего, что это правдин. Олежа подогнал ему такие игрушки. Леша, ну и сам бы точно никогда бы не стал на это дело тратить деньги. Далее собираются на собрание. Перед собранием некоторые дети голодные, пытаются что-то поесть, прекрасно понимая, что потом будет трапеза уже, так скажем, совсем очень и очень не скоро. Ну, Алешка говорит, мол, мы едим после собрания. Тут же, смотрю, села есть Настя, видно проголодалась девчонка. Алешка подошел с камерой к ней прямо к рту и начинает ее стебать, мол, да, а Настя у нас вечно голодная. Леша, а даже если и голодная, то что, ей поесть нельзя? Тут смотрю, и Виталина уже устроилась, пристроилась, села пить чай. Вот знаете, я смотрю на все это дело и понимаю, насколько это совсем не то, как должно быть. Естественно, утром мама должна проснуться пораньше, приготовить завтрак, причем это должен быть нормальный, полноценный завтрак, кашу на молоке, творог со сметаной, блины, оладьи и накормить всю свою семью. Ведь они едут на собрание на полдня, а после собрания приезжают только в районе обеда, если не позднее. Конечно, дети голодные, естественно, все голодные. Тем более, если вспомнить, что на ужин, кроме супа, ничего не было, да, был еще пирог из лаваша, то неудивительно, что дети хотят есть. Хотя, вы знаете, я думаю о том, что, скорее всего, Лешка предполагает, что их будут, как всегда, кормить на собрании, поэтому он и не считает нужным есть у себя дома. Да, экономный наш Леша. Леша сам ходит, снимает, знаете, всем в рот заглядывает, кто и что съел, кто и на что покусился, а сам ходит, говорит и что-то там жует. Увидев Свету, которая убиралась, он говорит, ой, здесь у нас, мол, стояли какие-то, я так поняла, отходы, вот, говорит, что-то натекло и так воняет. Да, вот это его любимое слово, воняет. Ну, а Света, как всегда, тут же раздает указания Насти. Возьми, мол, совок и помой его. Настя говорит, а я туфли собралась одевать. И тут же Леша уже начинает поддерживать Свету и говорит, обуешь туфли и помоешь совок. А я вот думаю, а почему Света дает указания всегда либо Насте, либо Виталине? Там была старшая дочка Анжела, вот ей и давай свои указания, да? Почему никто даже не заступился за Настю? Мне вот просто даже интересно. Кстати, на обратном пути они заехали в парк. Решил Леша вывезти свое семейство хотя бы куда-то, потому что уже, считай, половина июня прошла, а они нигде вообще не были. И пошли они в самую грязь, все шли, гадали. Лешка решал, кого же они будут кормить. То ли коз, то ли лошадей. Ну и, как смотрю, подошли все-таки к козам, да. Дарина, как обычно, в центре внимания. Дарина, 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 Дарина. Вот смотри, баран, Леша говорит, вот смотри, овца. В общем, бедный Леша никак не мог определиться, то ли это баран, то ли это овца, непонятно. И тут нереально стало смешно. Подумала, может быть, увидела знакомые лица, да. Кормят животных, знаете, причем кормят как-то бездумно и очень глупо. Одних кормят, вот одних и тех же кормят, да. Другие стоят, ждут, с уютом подсовывают свои морды, дабы их покормили. А дети вообще непонятно, ничего не понимают, хоть бы родители им подсказали. А дети стоят, кормят всех, они жуют, а дети ждут, пока они прожуют и дают опять этим же. Неужели вы не понимаете, как надо кормить? Давайте всем по чуть-чуть, да. Нет, они закармливают одних, а другие стоят, ждут, высовывают свои головы, а никто на них, в принципе, не обращает внимания. Ну, вообще удивительно. В итоге всю еду скормили козам, кроликам почти ничего не досталось. Папа Леша и говорит, ой, мол, да, нет, не папа Леша, тут уже папа Лешин, дедушка, говорит, ой, мол, ничего не делал, ничего не трогал, а руки воняют. Заметьте, а мы все думали, в кого у нас Леша такой, да. А я вот думаю, а неужели в присутствии детей, особенно маленьких и несовершеннолетних, нельзя сказать нормально, да, вот и запах, мол, стоит, или еще что-то надо говорить обязательно, вот это вот слово воняет, да. Дети тут же облепили, гладят маленькую козочку, а Лешка им предлагает, говорит, ну что, давайте заведем себе козочку. Козочку, Леш, вам на самом деле заводить никого нельзя. И здесь, я уверена, все мои зрители со мной согласятся. Ваш шуша уже утонула в говне полностью. Вы клетку шушину ни разу не мыли. Прошу, вот, да, не путать, они пылесосят ее, но влажную уборку они никогда не делают. Там уже просто грязь такая, что ее уже будет просто не отмыть, ее надо будет уже скоблить. Да, а Леша хочет козочку завести. Леш, ну она себя доит сама, не сможет сама себя. Пока Света проснется к обеду, вы же всегда говорите, что просыпаетесь к обеду. Так вот, пока вы проснетесь к обеду, что с этой козой с бедной будет, да? Либо вариант, конечно же, обучить этому делу Виталину, потому что обычно на Виталину и на Настю все это дело перекладывают. В общем, да. Света шла и боялась, чтобы ни в какое Г, как говорится, не вляпаться. Лешка удивляется, что одну лошадь не разрешили им фотографировать. Мол, говорит, фотограф, фотографии с ней стоят денег. Леш, и что? Это их хлеб, это их заработок, это их работа. Вы бесплатно пришли в этот парк, да? Бесплатно по нему гуляете. А владельцам этих животных надо их каким-то образом содержать, лечить, кормить, да? И что? Если хозяева сказали, что не дают вам разрешения снимать свою живность, то это их решение, это их право. Твой отец не хочет сниматься, и ты его желания почему-то уважаешь. А почему ты никогда не уважаешь желания других людей, посторонних? Но здесь Лешка решил в бутылку не лезть, подумал, наверное, что сейчас залезет в бутылку, а потом их бесплатно никуда не пустят, и кроме как деревни Субботина им будет вообще в принципе негде гулять, да. Выходили из парка, друзья мои, и обнаружили, что платья у девчонок грязные. Ну, понятное дело, ходили, там кругом была одна грязь, плюс животные тоже не совсем чистые. Но вы знаете, платья, в которых они туда поехали, ведь додумались же поехать, кормить, зная прекрасно, уже были там один раз, да, надели вот эти свои платья новые, которые им якобы прислали, которые они вытащили из коробки. Слушайте, я вообще, конечно же, в шоке. Дарина вообще в этом новом симпатичном костюмчике каталась по траве. Вот и дарите им после этого какие-то вещи, делайте им какие-то подарки. Они ничего не ценят, им ничего не жалко. Они один раз оденут, испачкают, и все это дело выбросят, потому что они на это не зарабатывали. А если бы заработали, а если бы пришли на работу, то действительно бы все это дело ценилось. Далее уже после животных поехали в парк с аттракционами. Дети идут просто, вот надо было видеть эту картину, они головой трясут из стороны в сторону, им все так это интересно, да. Им все, конечно же, хочется. И спрашивают, а здесь кататься, мол, платно? Лешка говорит, конечно же, платно. Но мы, мол, говорит, и тут же сразу же объясняют, мы, говорит, просто приехали на разведку. А я вот думаю, а зачем, Леш, ты опять издеваешься над своими собственными детьми, да. Зачем ты все семейство вывез на разведку? Чего ты хочешь все тут разведывать? Ничего им не позволяешь, ничего они не могут, да. Вернее, не ты не можешь им это позволить, ты не хочешь им это позволить, потому что, ну, ты лучше потратишь эти деньги на свои какие-то игрушки. И вот дети идут и облизываются, потому что другие дети у хороших родителей могут тебе позволить покататься, да. А ты просто вывез их в парк аттракционов для того, чтобы они походили и посмотрели на то, как другие родители, которые работают и получают вот эти 15-20 тысяч рублей, может быть, в месяц, да, на которых ты вот, про которых ты говорил, что они вот работают на дядю. Вот эти родители почему-то могут позволить своих детей покатать, может быть, не раз в неделю, но хотя бы, наверное, раз в месяц точно могут, да. Ну, а, знаете, дед, кстати, с ними был же дед, да, я смотрю, дед такой же скупой, как и Леша, особо не раскошелится, мог бы внукам, в принципе, дать деньги, но тоже приехал, да, дать им денег на карусели, а кто-то еще верил в то, что этот дед покупает им сырокопченую колбасу, покупает им копченое вареное мясо, нарезку, да, покупает им клубнику, ага, конечно, как говорится, держите карман шире, реально смешно, да понятно, Леха, в кого в своих родителей, ну, тут ничего удивительного нет. Далее уже в магазин пришли в пятерочку, выбирали они мороженое, выбрали, конечно же, Лешка сказал, мы выбрали типа по акции самое дешевое, но никто, в принципе, не сомневался, выбрали и приехали уже на детскую площадку, благо здесь можно посидеть, посидеть, как говорится, бесплатно, да. Ну, я так понимаю, всем было очень и очень интересно, особенно Анжеле, правда, она уселась на качель, сидит себе спокойно, качается, никого не трогает, а дед ее стебет и говорит, да, Анжел, как еще цепи не порвались, выдерживает себя качель. Знаете, друзья мои, вот к чему это все? Зачем ты же, вот ты прекрасно знаешь, что Леха все это снимает на камеру, да, у деда, я смотрю, тоже тактичность и ноль. Зачем ты говоришь такие гадости? Неужели ты думаешь, что твоей внучке приятно это все слышать? Причем обратите внимание, друзья мои, когда мы говорим о том, что Анжеле надо худеть и говорим о том, почему Света не делает ей замечания, почему Света не может ей объяснить, что ей надо действительно худеть и следить за своим питанием, тут же начинаются со стороны обожателей Колесниковых крики, оры, оры, да как вы можете и так далее. А почему-то, когда они сами стебут ее, смеются над Анжелкой, да, все нормально, почему-то обожатели в этот момент слова плохого не скажут, не про Леху, который стебет Анжелу постоянно, не про деда, не, не, все нормально. В общем, да, выехали первый раз, первый раз Лешка вывез свое семейство за две недели, хотя бы куда-то. Возят, конечно же, семью, а детей исключительно по бесплатным местам. Вот я все равно думаю, к чему был этот поход в парк с аттракционами, к чему, если ты прекрасно знал, что детям ты своим и копейки там не дашь, да, зачем ты их туда потащил? Для того, чтобы они облизывались и завидовали, для того, чтобы у них появился комплекс неполноценности, они же прекрасно понимают, что кого-то родители водят, их одноклассников родители водят по этим паркам, да, водят и тратят на них деньги, а вы нет. В общем, Леша в очередной раз показал, что, да, мол, деньги у него есть, но на детей он тратиться не готов, несмотря на то, что прекрасно получает и детские в том числе, и выделяют и по 10 тысяч и так далее. Леш, вы не забывайте, детство летит моментом, детство это такая прекрасная пора, да, а ты просто денег на детей зажал, хотя, как я уже повторюсь, вы на них получаете деньги, и можно было бы хотя бы раз в месяц сделать детям такой подарок, да какой там раз в месяц, хотя бы раз за лето, привезти их в парк с аттракционами куда-нибудь, и пусть бы они там просто отвели душу, и мороженое поели, и попкорна поели, и на аттракционах на разных бы покатались, но нет, нет, на это денег жалко, лучше будем строить непонятную сыроюшку, на которую выбросили там сколько там, 50, 80 или 100 тысяч, да, которая им нафиг не нужна, потому что таких сыроюшек у них по участку полным-полно, но это же папины хотелки, на папины хотелки деньги нормально тратить, а на детей нет, перебьются, вот будут себе зарабатывать, вот тогда, да, вот тогда в 20 лет, и покатаются, как говорится, на каруселях, качелях. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор, прошу прощения, у меня немножко, да, голоса хрип, естественно, всех вас целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.